Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Спонсор регионального эфира – ресторан «Семха». Национальная еврейская кухня каждый день, а также банкеты, свадьбы, кейтеринг. Биробиджан, я к вам проездом. Из Москвы и сразу в Ниццу. Заглянуть в семху решила, к вам в еврейскую столицу. Вас в России очень хвалят. Гефелтефиш, жаркое с пирожками. Я решила, нафиг в Москву. Остаюсь здесь, с вами. Что вы ждете? Что сидите? Если свадьбу вы хотите, сразу же всему звоните. Не тяните. Приходите. Смотрите в выпуске. 25 бывших школьников получили медали за особые успехи в учении. Лучших выпускников чествовали в правительстве ЕАО. Трехдневные выборы из 16 избирательных компаний. В избиркоме ЕАО проходит прием документов от кандидатов. Эпидемиологическая обстановка осложняется в регионе. Дополнительную лабораторию для тестирования на COVID-19 развернут в еврейской автономии. Об устройстве дополнительных дорожек, облагораживании пляжа, расчистке деревьев и кустарников мэр Биробиджана Александр Головатый рассказал о благоустройстве городского парка культуры и отдыха. Медали за особые успехи в учении первой и второй степени и за активную жизненную позицию получили лучшие выпускники школ Биробиджана и районов автономии. В этом году нагрудные знаки получили 25 ребят. Все они на протяжении всего школьного периода проявляли себя не только в учебе, но и в общественной жизни, волонтерском движении, спорте и творчестве. Учебный год 2020-2021 был очень сложным. Мы все за вас переживали. И была дистанционка, были новые виды обучения, введены это дистанционное обучение. Но все вы с этим успешно справились. И результаты говорят сами за себя. Впереди у вас большой путь. Разрешите вам пожелать только успехов. Награждение лучших выпускников в регионе прошло восьмой раз с момента принятия областного закона о видах поощрений выпускников образовательных организаций БИАО. Когда принималось решение об учреждении наград губернатора законодательного собрания, это было в 2014 году, большинство из вас перешли в пятый класс. И возможно кто-то уже тогда поставил перед собой цель, у кого-то родилась такая мечта стать медалистом. Ну и тем лучше для вас. Сегодня это как раз наглядный пример того, что любая цель достижима, мечты сбываются. Не только медалистов честовали в областном правительстве. Благодарственные письма губернатора ЕО получили призерся Российской Олимпиады школьников и учащиеся, которые получили высокие баллы по результатам ЕГЭ. Знаю на своем опыте, как нелегко достигаются такие значимые результаты. Я поздравляю каждого, кто получил сегодня награду. Это ваша заслуга, это ваше старание. Церемония вручения медалей лучшим школьникам проходит в регионе восьмой раз. С 2014 года медали за особые успехи в учебе получили 143 выпускника. Алена Шот, Павел Славин, Новости 21. 19 сентября на территории области пройдет 16 избирательных кампаний главными. Станут выборы депутатов Государственной Думы и областного законодательного собрания. Выборы будут трехдневными и стартуют 17 сентября. Ряд партий уже подали свои списки кандидатов в ЗАГС собрания. Это региональное отделение партии «Единая Россия», «Коммунисты России», «КПРФ», «ЛДПР», «Партия прямой демократии», «Родина», «Справедливая Россия» за правду. Также подано заявление от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. На выборах депутатов регионального парламента голосование будет вестись по смешанной избирательной системе. На территории, как всегда, будет работать 183 избирательных участка. 182 – это у нас постоянных участка. И один участок – это у нас создается в больнице. Больше у нас временных участков нет. У нас будет установлено опять, вот Ростелеком, как раз сегодня мне прислали, они у нас установят 70 видеокамер. 70. Конечно, на самых маленьких участках не будем устанавливать, но там мы, скорее всего, установим видеорегистраторы. Мы это делали на выборах губернатора, то есть офлайн вы все равно можете взять и посмотреть, как происходилось. Прием документов в областном избиркоме продлится до 18 часов 24 июля. После этого все документы от политических партий ждет серьезная проверка. По закону она занимает 10 дней. Ольга Тимченко, Павел Славин, Новости 21. Дополнительную лабораторию для тестирования на COVID-19 развернут в регионе. Об этом заявил зампред правительства ЕО Валерий Жуков. По его словам, оборудование в регион уже поступило, его установка начнется в ближайшее время. На текущий момент в регионе около 800 человек болеют COVID-19. Самая большая группа – граждане в возрасте 30-45 лет. Отмечается, что большинство из заболевших – это служащие и работники сферы обслуживания. Уже сформировалась особенность течения данной инфекции. Именно вот этот эпидемиологический период, очень короткий инкабуляционный период, порядка 4-5 дней и очень длительное тяжелое течение. Мы видим, что даже у молодых лиц преобладает тяжелое течение заболевания. Бессимптомные также количество возросло от 2% прошлой осенью до 12% буквально в этот эпидемиологический процесс. Коронавирусные госпитали заполнены почти полностью. 171 коек занято при общем количестве 200. В связи с этим правительством ЕО принято решение о подготовке резервных мест. Алена Шот, Павел Славин. Новости 21. О первом этапе благоустройства городского парка культуры и отдыха рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. Напомним, в прошлом году проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Мероприятие проводилось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Получили федеральное финансирование в размере порядка 80 миллионов рублей федерального бюджета. 10 миллионов – это средства регионального бюджета и 5 миллионов рублей – это средства муниципального бюджета. Итого 95 миллионов – общей суммы на реализацию мероприятия по благоустройству парка. Во время интервью депутата Законодательного собрания области Елизаветы Славиной, глава города, перечислил фронт работ, который в первую очередь должен провести подрядчик. Обустройство дополнительных дорожек, установка водопропускных труб, благоустройство пляжа, расчистка деревьев и кустарников. И все это с учетом доступа людей с ограниченными возможностями здоровья. Александр Головатый отметил, при проектировании благоустройства мэрия учитывала мнение общественности. Как вы помните, когда мы подавали заявку на грант, мы проводили различные фокус-группы, привлекали различные категории граждан. Это и наши уважаемые ветераны, пенсионеры, это и молодежь, это и индивидуальные предприниматели, работники культуры, образования и так далее. Где мы обсуждали тему, какие моменты, какие мероприятия необходимо провести на значимом для города территории, как городской парк. Для того, чтобы он был бы востребован, привлекателен, ну и здесь кипела жизнь. Также мэрия готовит документацию на проведение аукциона на установку системы освещения, видеонаблюдения и звукового оборудования. Согласно контракту, первый этап благоустройства городского парка завершится до 1 ноября. Алена Шот, Кирилл Богаченко, Новости 21. Смотрите далее. Молодежная политика и волонтерское движение. Очередная стратегическая сессия прошла в многофункциональном центре. Отдых и просвещение на базе Биробиджанской епархии стартовала летняя школа церковно-славянского языка. Абстрактная арт-вечеринка депутат Гордумы и предприниматель Марина Шведунова представила широкой публике свои художественные работы. Скоро в школу нам! Ура! Значит, в Самбири пора! Надо на уроки брать ручку, карандаш, тетрадь. Там я точно их найду и всего-то порублю. В гипермаркетах Самбири школьные принадлежности от 1 рубля. При покупке от 100 единиц канцелярских товаров скидка 20%. Во Франческо Донни ликвидация. Ждем вас в торговом центре Арбат. Ликвидация со скидками до 80% на всю обувь до 31 августа 2021 года. С Франческо Донни выгодно. Торопитесь. На Шолом Алейхема 1Б. Готовь шубу летом, сезон жарких скидок открыт от 30 до 50% на все в Северине. Только до 27 июля. ТЦ Алекс. Оградить себя и своих близких поможет магазин Норт. Широкий выбор любых дезинфицирующих средств. Моющие средства для профилактики и дезинфекции. Салфетки, мыло. Проверено, сертифицировано. Норт. Шолом Алейхема 44. От кухни до комода, от куфе до спальни. Заказываем мебель. Сделаем, доставим. При заказе мебели с австрийской фурнитурой Блюм гарантия на весь срок эксплуатации мебели. Мебельное ателье. Конструктор Шолом Алейхема 30. Телефон 70733. Кирпич. Брусчатка. Емкости для любых жидкостей в наличии и на заказ. На базе МТС. Наш адрес. Переулок МТС 20. Напротив торгового центра Великан. За подробностями звони 79 070. В ООО ПМК Биробиджан вот стройно. Постоянную работу требуются дробильщики. Опыт работы не обязателен. Заработная плата от 45 тысяч рублей. Официальное трудоустройство. Условия приема. Собеседование. Полный социальный пакет. Справки по телефонам в Биробиджане. 75 6 76 и 8 964 479 28 42. Приходи всей семьей в спортивный клуб Экстрим Кидз. Опытные наставники научат кататься на роликовых коньках, трюковом велосипеде и беговеле. Экстрим Кидз. Воспитываем будущих чемпионов. Текстильная 6 за гигантом. Записывайся. 8 924 155 29 95. Компания «Новострой». Это своевременный ремонт. Чистые подъезды и дворы. Грамотные специалисты. Любые отделочные работы по современным технологиям. Сделай свою жизнь комфортнее. С компанией «Новострой». За подробностями звони 2 46 10. Землеустроительная компания «Бирзенпроект». Любые кадастровые, проектные, геодезические и оценочные работы. «Бирзенпроект» – это межевание земель и картографическая съемка. «Бирзенпроект» – это опыт с 2010 года. «Бирзенпроект». Шалом Алейхима 27А. ООПМ «Кабиробиджанводстрой» на работу требуется инженер-лаборант. Опыт работы не менее трех лет. Официальное трудоустройство – полный социальный пакет. Справки по телефону 8-914-019-9770. Любишь вкусно покушать перед сном? Круглосуточная доставка еды? Палки-скалки – твой товарищ и помощник. Запеченные роллы, ароматная пицца, сочные бургеры. Не смотри на время. Звони и заказывай. 8 800-35-15-60. Фитнес-клуб «Боди» поможет любой фигуре. Индивидуальные тренировки. 11 направлений фитнес-программ. Постоянным клиентам в день рождения 20 минут соляя бесплатно. На пляж с красивой фигурой. Фитнес-клуб «Боди» для всей семьи Шалом Алейхима 44. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход один на один и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а! Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. В магазин «Дом белья русский размер» на время декретного отпуска требуется продавец-консультант. Заработная плата при собеседовании. Справки по телефону 2-60-70. Скоро в школу нам! Ура! Значит, в Самбири пора! Надо на уроки брать! Ручку, карандаш, тетрадь! Там я точно их найду! И всего-то порублю! В гипермаркетах Самбири школьные принадлежности от 1 рубля. При покупке от 100 единиц канцелярских товаров скидка 20%. Трудоустройство, оплата труда, досуг. Проблемы молодежи области обсудили на очередной стратегической сессии, прошедшей на базе многофункционального центра. Среди собравшихся общественники-волонтеры – активисты, неравнодушные к своей малой родине. Ее развитие – дело каждого и только совместными усилиями. Считают организаторы сессии, можно изменить регион к лучшему. Прежде всего, сама молодежь должна иметь голос, и ее должны услышать органы власти всех уровней, чтобы понять, а что молодежь-то хочет. Мы видим свое представление о детстве и молодости, которое было там 40-50 лет, 30 лет назад. Но жизнь изменилась, мир изменился, и очень важно понимать, что хотят они. Нужно найти тех молодых людей, которые сами активно готовы влиять на ситуацию и изменять этот мир. А путь к изменению мира можно начать здесь и сейчас. Главное – поставить цель, прочертить к ней маршрут и обзавестись поддержкой. Ее обещают региональные власти. Первая стратегическая сессия я работал в группе по развитию физической культуры и спорта, рассматривали такие проблемы. Сейчас хочу попробовать свои силы, есть чем поделиться, где карьерный рост и развитие в этом направлении, широта профессии, чтобы наша молодежь оставалась в нашем регионе. Так как я работаю в школе, конечно, для меня ближе – это образование. Потому что первое – это те преподаватели, которые работают, их очень мало. И хотелось, чтобы к нам приходили молодые специалисты и обучали. Конечно, хочется воспитать хорошую, умную, красивую молодежь. Чего не хватает молодежи для того, чтобы оставаться в области? Основными проблемами, конечно же, являются невысокий уровень зарплат и, соответственно, малая доступность жилья. В регионе, по мнению молодежи, необходимо развивать досуговую сферу спорт, здравоохранение, культуру. Все идеи и направления участниками стратегической сессии обсуждались в группах. Все предложения по развитию направления станут частью программы «ЯО. Территория развития», которая формируется по поручению губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольштейна. Ольга Тимченко, Денис Листюхин. Новости 21. Летняя школа церковно-славянского языка «Малый юз» начала работу в Биробиджане. На летней площадке дети от 10 до 14 лет обучаются зам церковно-славянской грамматике. Проект стал одним из победителей конкурса «Малых грантов» православной инициативой 2021. Средства гранта позволили обеспечить детей учебными пособиями и другими необходимыми материалами. Уроки церковно-славянского орнамента для ребят проводят приглашенные педагоги кафедры архитектуры и дизайна Преамурского государственного университета. Но большинство занятий ведет непосредственно глава епархии. Дети мгновенно схватывают преподаваемый материал. Они за первый день уже занятий усвоили материал двух дней. Я планировал дать определенный объем материала за четыре урока. Но ввиду скорости поглощения материала его изложили за два урока. Они мгновенно научились читать. Ребята отмечают, что изучение языка дается им просто благодаря дружелюбной и непринужденной атмосфере. У нас два урока. Ну, хотелось больше. На уроках очень круто. Мы изучаем церковно-славянский язык. Учимся, как говорить, как писать этим языком. И сейчас мы учим цифры. Помимо классных занятий, в программе летней школы запланированы увлекательные и познавательные экскурсии. Одна из них уже прошла в Кафедральном соборе. Я узнала новые иконы, может быть, какую-то новую историю икон создания. Узнала, как иконы называются. Сама смогла прочитать название икон. Впереди у воспитанников посещение научной библиотеки, телестудии, женского монастыря, где они смогут попрактиковаться в чтении богослужебных книг. Виталина Оводова, Кирилл Богаченко, Новости 21. 22 июля арт-вечеринкой свой день рождения отметила художник-абстракционист Марина Шведунова. В ресторане «Бера» была организована ее первая выставка. На арт-вечеринке были представлены работы в разных техниках, как маслом, так и акрилом. Не все, а только самый любимый автором из тех 70, что были написаны за 4 года. Что я чувствую, то у меня получается на холсте. Многие спрашивают, а как рождается, что. То есть я думаю, что это больше арт-терапия, игра с подсознанием. То есть какие-то происходят вещи, которые для нас не подвластны. То есть они получаются у меня на картинках, на моих. Друзья отзываются о Марине с теплом, подчеркивая, насколько это творческий, открытый и душевный человек. А ее работа – смелое выражение себя, своего внутреннего состояния, настроения. А Марине можно сказать, что это человек разносторонний. Она действительно большая молодец. Кроме того, что она замечательный специалист, она очень хороший, душевный человек. И в работах ее это мы можем прослеживать смело. Она не боится цвета, не боится фактуры. У нее различные композиционные приемы. Вечер прошел в непринужденной обстановке. Хозяйка познакомила гостей за своими работами, а одна из них стала лотом для аукциона. Поздравления с успешной выставкой сменились пожеланиями Марине Шведуновой продолжить свою творческую деятельность. Виталина Оводова, Богдан Падрин, Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова